Мы сейчас видим, что пара доллар-рубль приближается к весенним минимумам. История все та же. Вторая волна, которую так пророчили эксперты коронавируса, ну вроде как наступает. Но стоит отметить, что все-таки, как и говорилось ранее, наверное жестких карантинов, подобных весенним, уже не будет. Однако мы видим то, что Франция и Германия все-таки ужесточают режим. Ну и собственно нефть, как высокоспекулятивный инструмент, достаточно нервно реагирует на такие действия отдельных стран Европейского Союза. И мы видим, что сегодня баррель Brent уходил ниже 36 долларов в моменте. Соответственно и российская валюта при такой внешней конъюнктуре на сырьевых площадках не может просто оставаться на месте и соответственно проявляет определенную слабость. Второй фактор негативный для рубля это, конечно же, гадание, кто же все-таки победит на выборах в Соединенных Штатах. В СМИ очень сильно было распиарено то, что Байден для России плохо. Если придет Байден, то будут очередные санкции. Ну и собственно говоря, мы видим то, что Байден действительно, по крайней мере, как преподносят американские в первую очередь СМИ, действительно лидирует. Ну и рубль в совокупности с низкой нефтью и вроде как лидерством Байдена в президентской гонке теряет свои позиции. Каждый из нас с вами ходит в магазин. Вот буквально в минувшие выходные я там был, как обычный гражданин. И я отметил такие вещи, что действительно на особенно импортные продовольственные товары, в том числе алкоголь, цены подросли буквально за месяц где-то порядка 15-20%, а то и выше. Собственно говоря, и на отечественные продукты питания, в которых немалая доля импортной составляющей, тоже потихонечку ползут вверх. Единственное, что может сдерживать цены, это, конечно же, доминирование крупных торговых сетей, которые навязывают свою ценовую политику пока, по крайней мере, поставщикам. И именно за счет них еще сдерживаются цены на продуктах в магазинах. Но здесь надо отметить, что не бывает так, что где-то прибыло, ну, значит, где-то обыло. Ну, так вот, все-таки, хоть и цены остаются еще на более-менее приемлемых уровней, но качество продуктов питания с каждым разом ухудшается. Ну, это естественно, что производители всеми силами стараются, чтобы остаться в торговых сетях, в тех же ценах, оптимизируют расходы, соответственно, заменяют ингредиенты на более дешевые. Так что, скорее всего, ну, вот как-то так и происходить и будет. Если цены не будут расти, будет ухудшаться дальше качество продукта. Здесь все-таки ключевым моментом считаются, как бы, выборы в США. На мой взгляд, кто бы ни пришел, кто бы ни победил на выборах, то ли Трамп, ли Байден, санкции в отношении России с 2014 года, ну, уже целый ряд был введен. И что-то новое придумать, наверное, вряд ли получится. Такие мега страшные вещи, как отключение Ацфифт и тем более нефтяное эмбарго, ну, видятся крайне маловероятно. Поэтому, я думаю, что пройдут выборы, рынки немножко успокоятся, стабилизируются цены на нефть и, в общем-то, рубль потихонечку начнет отвоевывать ранее утраченные позиции. И все-таки до конца года, наверное, может вернуться, ну, по отношению к доллару, к отметке, там, 75 рублей.